Продолжаем смотреть серию между командами OldBatGold, Virtus.pro, квалификация на minor, как вам угодно. Dota Summit 11 будет тем самым minor, не полагаю, что по атмосфере он будет потрясающим. Только впервые за долгое время у него будет живая аудитория. Что ж, OldBatGold это Illidan OneScore, Best of the S.A.U.S.E. Играют они против Virtus.pro, Solo, Epileptic Kit, No One, Save и Resolution. Ну и пока то, что я вижу конкретно на стадии драфта, мне не до конца понятно. Естественно, мы видим только трех героев ВВП, причем какой-то ликан, такое ощущение, что напрашивается сюда. Он убегает от Лайфстилера, у него есть куча юнитов, он стоит на лайне довольно зачетно с Даззлом. Но это маловероятно. Окей, берут Пугнам. Ладно, в банах Кунка, Омни Найт, Абадон, Эмбер, Спирит, Рейзер, причем Ласт Бан от OBG. Что касается банов Virtus.pro, это FaceOS Void, Гирокоптер, Мирана, Shadow Demon и Рубик. И мне кажется, что звук Вайбера в 2019 году это немного неловко, потому что все пользуются Телеграмом. Но так уж совпало, что я пользуюсь и Телеграмом, и Вайбером. К тому же, маму не так просто переучить пользоваться, скажем так, одним приложением взамен другого. Прошу меня понять. Ладно, что касается героев, еще разочек глянем на именно выбранных персонажей, которыми играть будут команды. Это Undying, Лешрак, Лайпстиллер и Дарквиллу. Пока незаметна вот здесь комбинация, которую потенциально могли бы реализовать All Bad Gold. Но в миде какого-то шторма наверняка мы не увидим, потому что будет ему очень некомфортно стоять против Пугна. Да и вообще обилие магии сыграет злую шутку с ребятами. Хотя, возможно, Лешрак в миде будет находиться. Но из-за появления Пугна придется немного что-то вот переобразовывать. Тинни, Котел, Дазл и Пугна. Очень любопытно в таком случае, что это будет за ластпик. Опять же, я бы упомянул Ликана повторно просто потому, что это пуш, это неплохая синергия с Пугной, но эта игра становится на таймер. Если у вас что-то не получается, если где-то вы проваливаете драки в заходы на хайграунд, игра растягивается, ваш враг получает деньги, получает время и в итоге попросту выигрывает эту карту. А Virtus Pro бы наверняка этого не хотели. Они бы хотели выиграть игру и на этом закончить. Так, наверное, любая команда мыслит, мол, сейчас зайдем, быстренько выиграем и по своим делам. Но часто не получается. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Очередь сил света выбирать героев. Ах, вот оно что. Нага ластпиком и отвечает пангольерам ОБГ долго не думая. Окей, на этого героя можно положиться. Этот герой может выиграть команде игру и здесь я всеми руками за. К тому же с котлом в комбинации с его гипношаром драки нас ждут довольно крутые. Так, и на Дазл играет Резолюшн. Это оффлейн Дазл, Нулан, Пугна, Эпилептикит, Нага, Сирена, Соло играет на Котлену и Сев играет на Атине. Ну и их соперники БЗЗ, Пангольер, Союж играет на Драквилова. Лайфстиллер Уильдана уже в руках оказывается. Год играет на Лешраке и Андайен достанется в анскору. Кринжовенько. Осталось 10 секунд. Осталось 10 секунд. Осталось 10 секунд. Так, ну что, в этот холодный осенний день нужно подкрепиться чайком Возникла неловкая пауза, да господи, хватит О, я сделал это? Это просто вырост, там и как начало Сstream this time Очень интересно, когда же включат отопление Мне надоело мерзнуть и использовать кондиционер в качестве обогревателя Его-то приходится включать, а потом выключать, потому что становится слишком тепло А с Камином или печкой Наверное, такого делать не придется Просто стоять, греться Будет тепло И мне приходится Или я буду вынужден с этим мириться Кстати, попугай Апангалира есть Что за попугай вообще Это какой-то Из сета момента Или что-то я упустил в доте Не совсем выкупаю, что за попугай Из сета, возможно Да-да-да, видимо, из сета Ну, кстати, очень клевое изменение Главное, чтобы он не палил героя Там где-то в тумане войны и так далее Я помню, были такие моменты в доте иногда Вот у Ценкина Арканья Псина Когда-то палила вроде героя Бета Бета-тест Смелаванскорс БЗЗ Топчутся на части карты врага Был хороший Благгин Глайт Вот только больше героев не было И руну поднять было некому В прошлой карте Резолюшн был страшным очень героем На своем Некрофосе В этой карте сможет ли он повторить успехи На Дазле Не знаю Вижу, что 2 в 2 по рунам Все стабильно Стабильность это признак мастерства Так, ну или Шрак Все же в миде Да, странно Герой с маг скиллами Которому наверняка будет не очень нравиться Назервард Впрочем, Барквиллу тоже Нравиться не должен Ну вот и дабла Пангалер плюс Ондайн Против Наги Это, кстати, не очень здорово Она мили-герой Обычно ты видишь какую-то даблу, которая ее не пробивает Несмотря на то, что они рейнджовики А тут тебе дизарм какой-то повесить Могут И постоянные дикей воровство силы Что тоже не очень Кстати Поглядим, как соу действовать Будет иллюминейты Но с другой стороны будет крипов пробивать И толкать лайны Или попробовать заняться отводами Как-то сделать дабл спаун Оставить Нагу под вышкой Что смутит, конечно же, ОБГ И они уже будут позволять себе не так много Ну ладно, поживем, узнаем Снизу же Даззл и Тинни Против Лайфстиллера и Драквилл Ну, это Более-менее сносный лайн Как мне кажется, из-за наличия рейджа Или Дан может переживать Пользонтачи Поэтому смысл их хоть какой-то есть Откидывать в Саюша Хотя колдаун тоже имеет смысл быть Ну, давайте вот поиграем Типа в Такую игру Рейдж откатывается 18 секунд На любом уровне Пользонтач Даззл Откатывается 27 секунд Хотя, по-моему, проще время Просто получить этот дебаф Отойти и дождаться окончания Его действия И на этом закончить Там, кстати, Пугнок гоняет Леширака Там проблемы были серьезные У года Он там получает плюху за плюхой В конце концов Смотрю на его хелсбара Он выжил И сам Нолан немного пострадал от вышки Фласка пошла в ход К тому же курьера я видел Который подъезжал на центр Либо он позволил собрать Нул талисман Либо он как раз и подвозил Эту самую фласку Она очень кстати пригодилась Там ситуация страшная была Вот тут меня удивляет момент Когда Нага остается на лайне Одна Но это потому что, видимо Андайн Крипов увел И находится за вышкой Вместе со своим коллегой Пангальером И Соло пытается Во-первых мешать Во-вторых Немножечко опыта Заимствовать И ведем он себя смело По той причине Что у него Есть тпшка Наверное А Ферзблат умирает Или да Он делает фраг Сейв На нижней линии Оказывается Узпро уже установили Кто тут хозяин Какие-то были теории Про яд Про рейдж А как его убили Я не увидел Ну Слишком излишняя агрессия И заходит фея Вешает Керсет Кроун Дэв Брамбл Мэйз Подвышкой По-моему Только Тинни в тучу вступил Даллу вообще плевать Ну жестко месит Нован пока Лешрака 16 на 3 По крипстату 12 на 2 У Лешрака Причем Лешрак Свои деньги тратит На фласки В то время как У Нована Такой необходимости нету И он-то Свои деньги уже может Трать на Нау-талисманы На аркин-ботинки На какие-нибудь Не знаю там Стики И так далее Что ему в голову придет Но у него пока В планах Боттл Бегать хочет Собирать руны Боттл восполняется Эта идея хорошая Единственное но Стоят варды Что слева Что справа На спавнах Рун У ОБГ И в данном случае Лешраку Кстати очень изи Законтролить руну Но с другой стороны В тесном противостоянии С пугной Лешрак Может и проиграть Как минимум Я точно помню Что играл Ноуан На пугне На квалификации К мажору То есть это было Буквально вот недавно На днях Опишем это так Поэтому Сноровку Точно не растерял Я думаю Что он в курсе Чё почём Чё как делать Как жать Но Конкретно Последняя игра Которую смотрел Я его Вот Исполнение на пугне Его к сожалению Убивали постоянно То есть он просто Вот после хорошего Старта игры Что в целом Для пугна Неудивительно Дальше был кормом И тем героем Который привлекал Внимание противника Его постоянно Убивали Как известно От этого настроение Особо не поднимается Ввысь Начинает подгорать Начинаешь тильтовать Желаешь шмопчики разбить Пофлеймить Кого-нибудь Типа заебали Но это будет актуально Только в случае Повторения этой ситуации Пока Предпосылок К этому нету Окей Вообще будет забавно Посмотреть Если удастся Например Пангальеру На Роллин Тандере Закатиться с инфестом Лайфстилля Кого-нибудь Вот это будет Маленько зрелищно Но вовсе та же проблема У нас есть в виде Наги с Най Гипношарика Возможности поставить Назервард Устроить хорошую драку Тини Кого-нибудь засыпать Поломать позиционку Кого-нибудь закинуть Наоборот В зону этого самого Гипношара Вот это вот очень круто Так что Лапа могут устроить мясо Ну и вот то что Нага есть Как бы добавляет шансов Так Тем временем На карте Сейв убивает Саюша Это все снизу происходило Дальше пытаются Откидываться по Элидану Блочит его Тини Пытается дождаться Момента Чтобы наверняка Использовать Тос Тос использует Откидывает на Дазла Делается сюда ТП Неужели фраг сделан не будет Нет фраг сделан будет Сейв делает даблкил Умирает по вышке Правда сам Деньги делятся между игроками Олд Бат Голд Хотел сказать Эмпайр Но мозг не позволил И опять же Начало неплохое За Грутус Про 1-4 Есть небольшое преимущество По золоту А что было на пятой минуте По баунти рунам По баунти рунам Я вижу два против одной Возможно четвертая руна Баунти была разрушена Но других идей нет Потому что я в логе чата Вижу только три баунти руны А вот она только-только Поднимается Оказывается Ее никто не забрало На минуту Лежала на месте Думаю что грустный тромбон Именно поэтому Сейчас использован Баунти руна Потому что Тинни дал эту инфу И он такой типа Воу Как Это реально странно Ну и центр захвачен Вот этим вот Не знаю Пугнозавром Котел еще сюда стянулся Кандайнга тоже стянули Тинни под хостой Но До года добежать не получится Наверняка И закинуть его на Нувана Тем временем Снизу умирает резолюшн Враг что немаловажно Достается Иллидану Если взглянем на крипстат Мы увидим Что у Нувана Крипов явно убито больше Только что он уронил тавер У него денег еще больше будет По общему зачету Нутворсов А вот Лешрак Наверное Будет испытывать трудности Да Действительно Разрыв 1300 монет Это много Что касается Наги плюс Лайвстилера То там более-менее Ситуация равная Что касается Оффлейнеров То Пангалер Дазл также близки друг к другу Пошел Тос Ну и нажимается Рейдж Иллидан убегает Видим что уже Уровень 6 есть Заканчивается действие Рейджа Пошел Эваланч Но Иллидана Добить не выходит Немножечко Союж помог Что делать Иллидану Прыгать в крипа У него пятый уровень В этом проблема Приходится на стиках Бежать к фонтану Там хавать хп С фонтаном Иман Сложно А вот и Беззен Ролинтандрием Заезжает соло Падает разочек Сразу княет ультимейт Нажимает свежбакл Делает соло фраг Забирает деда И пока давайте взглянем На героя В Даззол 6 уровня Играет без грейва Есть блэйдстоун Брейсер Рейндропы Стики ботинок Тини Стики Боттл Боттинок Цель Даггер Девять сотен Монету Сейва Пугна Уровень 7 Есть боттинок Ну талисман Боттл Виндлэй Стики Деньги собирает Аркин ботинки Нага Сирена Брейсбэндик Один имеется Второй тоже может Подъехать с ПТшкой Готовый Ну а там Вроде как опять же Шаблонный Яша Диффузам Он поставил Драка снизу Под сейв Декрепифаем Тини Типа отсыпал Тини отсыпал Немножечку Эваланча Убили Лидана И вроде бы Сделал ТП Без ЗЗ Но зачем Ультимейт Недоступен Подраться парни Не могут Только если полагали Что вышка Будет подвергнута Атаке Но здесь Тини залетает Тосом откидывает Андаинга Прямо на своих тиммейтов И с помощью ультимейта Молан высасывает Все жизненные соки Званскора Таким образом Еще один фраг Зарабатывает Виртус Про И вот теперь Тини готовы Взяться за вышку Бласты пуганы Позволяют Очень много урона Наносить Таким образом Вышка снесена Будет ее Снова добивает Молан Это уже второй тавр На его щиту Я смотрю Лидан просто Опустил руки Ушел на другой лайн Видит что на топе Т1 Вышка вроде бы стоит Никого рядом нету С виду безопасно Все Давай-ка я пофармлю там Возможно там Мне никто трогать не будет Потому что вот За этот промежуток Последний буквально В 3 минуты Очень заметно Как нага Уйдя в лес Панетворсу Начинает расти Деньги зарабатывает А лайфстилеру Все еще трепали мозги Пытались убить Где-то получалось И в итоге Начало 1-3-1 Вообще говнище Полное Лидан этому Ну никак рад быть не может Короче Формат этой квалы Довольно простой Есть у нас Две пары То есть Одна уже состоялась Была выиграна Это Следующая В итоге Победители Этих самых пар Схлестнутся В еще одном Бестов 3 За слот на минор И дальше В нижней сетке Еще команды Будут играть Разочек Проигравшие Ну и очевидно Что Тоже схлестнутся И видимо Будут играть за слот Вот такая вот схема Ну Интересно Интересно Как это выглядит Просто Быстро Лаконично И довольно Результативно Поглядим И вот Что самое Забавное Да Не убийство Ланскор На самом деле Не потраченная Тамба А вот Именно то Что у меня Интересно Больше привлекает Именно Майнер А не Мейджор Мейджор Китая Поэтому Опять же Местная Аудитория Оставляет желать Лучшего Как вот Болельщики Других Иностранных Команд То есть Какую-то Невероятную Атмосферу Получить Будет Скорее Затруднительно Чем Возможно Что касается Проведения Трансляции Допустим Русскоязычной С места Событий Я тоже Ну Не уверен До конца Что это Будет Происходить То есть Это Дефолтный Касса Студии Вполне Возможно В Москве В этом Есть как Плюсы Так и Минусы Опять же Плюсы Это то Что ты Можешь Набрать Много Людей Самых Разных Которые Будут Участвовать В этом Мероприятии Дарить Всем Радость Восторга Комфорт А минусы Это то Что опять же Нет какой-то Атмосферы Интервьюшек Каких-то Тайминговых Вот этих Вот всех И прочего 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 Ну и Конечно же Конечно же Убивают Саюша То есть Напоминает Чем-то Вторую Карту Только здесь Хотя бы Имеется Лайфстилер Есть лишь Рак Который Могут Что-то Делать По ходу Игры Но Речь Про Начало Она Очень Похожа С тем Что Лапы Начинают По счету Зарабатывают Деньги И дальше Тихонечко Себе Фармят У них Есть Снага У Наги Тоже Все Здорово У Ребят Есть Как бы План На Тимфайт И Воплотив Свою Задумку Они Могут С легкостью Выиграть Вторую Карту Таким Семи Выграют Семи Проблем Будет Недолгой Потеряют Они Не Слишком То Много Сил И Будут Готовы Схлестнуться Со С С Выграют Эту Серию Опять Ж Не Хочется Делать Преждевременные Выводы Выграют Выграют Семи Нажим Семи Выграют Соперникам их может стать все та же команда Battleion 178. Сражение. Тамбан, Дайнго Ультимейт, Роллинг Тандер. Затаптывают Ноланом, фраг зарабатывает БЗЗ. Тем временем Союз забирает сейва, зарабатывает два фрага у Бадгол. Драка под Гипношаром, под Рейджем Лидан хочет его разрушить. И вот получится, конечно. Нет, его дынает Соло. Соло, кстати, могут догнать и убить, но мажет свежбаклом БЗЗ и Соло спокойненько убегает. Но все это происходило без Наги, своими силами пока справлялись ВП. И, наверное, следовало ждать того, что где-то у них будут неприятности. Их смогут наказать. Действительно, это и произошло. Но пока причин переживать нет. 12-ая минута, графики говорят, что по опыту все ровно, а по золоту тысячи три с половиной точного поведут. Лайфстиллер в Мидос выходит, у него почти хватает денег на рецепт. Андаинг вообще бедный. Пангольер Аркейн Бутс есть. Дживелин делается, Мейл Шторм. Феи только урна. Или Шрак Смида, который заканчивает только-только Юл. Что до пугна, готова Линза. Уровень 9. У Наги есть Яша. Три даже в Рейсбенда и ПТ. Котел Транквилы. Делаются стики от 200 монет и не до даггера. Соло встрял, у него неприятности. И сейчас будет стан. Дальше Вансы. Дальше Ультимейт Феи. Контратака вполне возможно состоится. Но он здесь. В куст, правда, вступил. И Лидан уходит в одну сторону. Его коллега на Драквилу убегает в другую. Ну, Ильдан нужно дождаться рейджа и просто сделать тэп-аут. Да, ТП у него не в колдауне, у него рейдж тоже доступен. Но он, судя по всему, полагает, что своими силами сможет обойтись. Встречается с Даззлом. Что дальше? Прыгать в крипа? Да, прыгает в крипа, сразу же вылазит, нажимает рейдж и улетает проще. Это как вариант. Ну, ну ладно, не знаю, есть ли смысл в чем-то обвинять. Ну, вступил он в куст, ну подумаешь. Все герои разбежались. Лайфстилера было маловато шансов убить. Фею еще куда не шло. Ну, там тоже после первичной атаки шанс на тэп-аут 50 на 50. Дело в том, что ОБГ нужна пассивная тоже игра. Вот, а не так, что типа 4 героя без наги бегают, их убивают, сносят вышки, а они с вами ответить не могут. Их тоже устроит вполне такой вариант. Кто не под смоком в своем лесу находит резолюшена. Терс от крон срабатывает, помогает Дарк Йолу своим ультимейтам. И убийство готово. Дальше Роллинг Тандер. Катается Безз задогнать Нована. И спотыкается у нас немножечко от текстуру. Видимо, был очень скудный Вижон и не до конца понимал Пангалер, куда ему катиться. Могу понять. Тинни, Даггер купил. Даггер летит в Курьере. Уровень, правда, невысокий, хотя Эваланч Тосс уровень 4. Поэтому довольно неплохую такую комбу провернуть с кучей урона магического он способен. Ту же Фею, если не убить, то свести ее ХП, наверное, до 10% здоровья он способен. А другим героям вплоть до половины здоровья также выбить. Забегает Эплептик Кит. Видит здесь парочку персонажей. Совсем этому не рад. Ему нужно убегать. А что ему делать? Нажимать сон? Нет, он не запаниковал. Этого не сделал. Тем временем попытка забрать Тинни. Тинни стоял себе на спавне. Хотел забрать Баунти Руну. Но тут Ван Скор со своей тамбой противной. В итоге Руну забрали. Нет, Руну не забрали. Сейв забрал Руну Баунти. Его наказали, конечно, за это, но... Капельку голды он заработал. В любом случае, смотрим, как цены... Цены. Цены на жизнь героев ничтожные. Хотя я просто выкрутился. Я хотел сказать, что... Типа разница в Нетворцах, она уже достигает менее 1000 золота. Это такая чистая страница. Новая глава. Для ОБГ. Но я смотрю, чей-то помог. Видимо, когда холодно, у меня рот замерзает. И я начинаю мявлить. Глотать слова. Только я пью теплый чайок, что-то теплое во рту оказывается. Начинаю разговаривать члены раздельно. Хух. Аж полегчало. И да, и да. С минусом 2000 уже есть. Ну и ждать радианса. ВП смоук. БЗЗ здесь. Рассказ Тинни под декрепифаем с гипношаром. Одно убийство было очень быстро совершено. А вот другое вызвало чуток вопросов. Но, тем не менее. Два фрага для Велкус Про. Нижнюю вышку можно попробовать начать атаковать. Этого два. Да-да-да. Все идет к сносу. Так. Попыточка от года снести тавр. Году мешают. Как на 1, так и с 1. Декрепифай раз. Декрепифай два. Ну, я имею ввиду, что они друг с другом использованы были. Просто с первого убить не получилось. Лишь врагам. Тем не менее, команда стянулась. Смогли исправиться. Дальше тиммейты решили вписаться. И вот тот самый Пангалер Лайфстиль. Рождал я какой-то комбинации невероятной. А получается очень криво. Причем в лесу находят Нагу, Сирену. Убивают. Фраг достает Союз в сейф. Делают даблкил. Убивают БЗЗ. Ну, если бы не смерть Наги, все было бы не омрачено. Просто я к тому, что два убийства очень классно. Типа вы задефали свою вышку. Вы прогнали захватчиков. Убили двух героев. Но все эти результаты, они как бы слиты в унитаз именно смертью Наги. Что не критично, но неприятно. И при этом прожимают Смоук. Бегут. Бегут куда-то на вражескую часть карты. Только не на Иллида, но стоит нападать. Undying. Dark Will. Пангальер. Лешрак. Вот тоже, по-моему, очень уязвим. Йоу собрал. Огрклаб также покупает. Схема аналогичная с Линой с прошлой карты. Только там травла появились. Я думаю, что здесь без них обойдется. Пока что. Хотя тапки он не апал. Ничего не делал. Ни ПТ, ни Фейзов. Поэтому бог его знает. Пангальер. Мэл Шторм готов. Аганим начинает собирать. Безе, Зен. И Лидан судя, потому что деньги собирает. Очевидно, это будет Рейденс. Наги. Манта Стайл делаются. Диффуза. Пугны. Дискорд. Линзы готовы. Есть Аркейн Румно, что немаловажно в Ботле. Кинни с тем самым Дайгером. И Дазл. Мека Аркейн Бутсы. Делаются Грифсы. Причем они на подходе. И Дан. Скрывается. Хотя я вижу, что стягивается ОБГ кверху. Будет Драка. Скорее всего Союз. Уходит сразу же в Реалм. Ставится Назервард. Неплохо было бы его разбить. Вроде как команда пытается это сделать. И Лидана откидывают Ядом. Декрепифай Блаз. Ставится также Гипношар. И разбить его будет непросто. Ставится там Бау. Летел. Также Террор Айз от Дарквилл. Причем подловили. Очень неплохо Нагу Сирену. Опять же получается дать Грейв. Нажимается Сон. Пангалер катается на Влинг Тандре. Раз. Другой раз. Умирает Нага. Сон заканчивается. Дальше. Отточковать. Начиная от АБГ. Забирает еще и. Резолюшна. После этого смогли прикончить Сон. Ну и делают три убийства. Два из них достаются Иллидану. Но Ван и Сейв спрятались. Или же выискивают момента. Чтобы совершить нападение. Убить хоть кого-нибудь в ответ. Либо попытаются уйти. Но действительно. Дождались момента. Прыгнули на Пангалера. Убили Беза Зе. Ну. Никто не был бы доволен. Играя на Наги. И вот. Наблюдая за тем. Как Пангалер. Катаясь в роли на Тандере. Сбивает его туда-сюда с ног. Что мешает ему. Попросту выйти из драки. И дать себе какие-то шансы на спасение. Ну и все очень ровно. Пока что все очень ровно. И вот кому отдать предпочтение. Наги Сирене. Или. Лешираку. С лайфстилером. Опять же. Леширак более универсален. Именно тем. Что Диаболики. Его физический урон. Как минимум в драке. Могут позволять наносить урон в БКБ. Хоть кому-нибудь. И неплохо так помогают атаковать строение. У Пугны же. Если противник под Мэджи Комьюнити. Под Блэкинг Баром. Скажем. Варианты заканчиваются. Остается в драке только кого-то. Крыть. Декрепифаями. И не давать позволять. Бить тиммейтов своих собственных. На этом все возможности заканчиваются. Еще можно попытаться взять Аганим. Чтобы не было кулдауна на лайфдрейне. И пытаться там отсасывать. Или наоборот. Всасывать в кого-нибудь жизнь. Вливать. Потому что отсасывание видимо только в одном порядке работает. Да. Вот и Сакротрелик появляется. Рецепт летит в курьере. На Радианс готов. 21-ая минута. Думаю что это среднестатистический результат. Горевать никто не станет. Но как минимум в этой карте явная эволюция произошла. Между командами в целом. Они вот с каждой минутой становятся все более и более. Похожи на друга что ли. Ну то есть я имею ввиду очень уравниваются шансы. И в драке кто просто лучше в своей кнопке нажмет тот и. Победит. Соло надо было пытаться делать ТП. Но у него не было ТП. А может быть я просмотрел момент когда он делал ТП. Вот не знаю. Куперн сейчас ТП свиток. Будет ли он в каудауне или нет. У него денег просто нет. В этом вся проблема. Просто бывают такие маленькие моменты. Когда я вот говорю про ТП. Оно было использовано. Я просто в глаза долблюсь. Я не видел его прямо. Перед своим лицом. Потом кто-нибудь напишет в комментариях. Ууууу гнида. Слепая. Вернемся к сути вопроса. ВП бы наверняка не мешала. Ну хорошую драку продемонстрировать. И драку в которой Нага Сирена не умрет за пару секунд. И не будет вынуждена нажимать сон. Для того чтобы спасти свою жизнь. Как насчет в обратном порядке все это провернуть. Вижу что АБГ бегают. И наверное под Смоуком бегают. Выискивают. То ли Нагу. То ли Пугну. Да кого угодно. Да бегают они под Смоуком. Причем Смоук падает. Но Ван делает ТП. Хуй улетает. И не успел сделать даггер аут. На форстафе на лограунд уехал. Дальше пытается убежать. Покатился с ним Пангалер. Споткнулся в текстурку. И говорит. Ой. Парни в другой раз. Тут что-то не пошло. Сделал вид. Словно ничего не произошло. Словно это не он. Словно ничего и не было. Но я так всегда делаю. Работает. Угода блэкинг бар. Угода. Да. Будут тревела. Вот он покупает их прямо сейчас. Не важно на комбинаре я играю. Эти три артефакта. Очень цены по его мнению. Нет. Ну по правде говоря. Ты фармишь в одной части карты. Начинается драка. Ты сразу же можешь сделать тп. У тебя есть обычный свиток. Ты можешь куда-то улететь. Куда-то прилететь. То есть очевидно у тебя возможностей становится гораздо больше. Открываются более обширные возможности по тревелингу. По карте. Силы света укрепили свои сооружения. С возможностью как доджить врагов. Так и наоборот выискивать их и нападать. Помогать своей команде. И ОБГ обосновались у нас в нижней части карты. Или в правой части карты. А вот их соперники ввиду команды Virtus.pro на топе. Причем что там, что там. Снесена была вышка. А что там, что там. Мидеры получили деньги за эту самую вышку. Ну вот насчет выхода на Т2 не совсем понятно. ВП с Солона приближались. Причем у нас пошла контратака. Здесь начинает Элидан вгрызаться в нова. Но тот делает ТП. Хутини не нужно вылазить. Им нужна никакая помощь. Все заканчивается вполне неплохо. Ну и продолжает многофармить. Есть диффуза. Есть монтостайл. Начинается выход в тараску. 2500 золота. Состоялось на сражение. Где-то на руне. Форстаф правда за счет весла проблемки имеются. Но мекка нажата была. Какой-никакой регент получил даззл. И убить его не смогли. И найти его очевидно. Лейвстиллера тоже не смог. Или смог. Кидает на себя Грейв. Делает ТП. Но тут Террорай сбивает. ТП. Даззл. Фея. И Иллидан находит. Добивает резолюшена. Наверное, таким образом Иллидан все же как-то компенсирует то плохое настроение, которое было, скажем, получено в игре в первой карте. Тем более с тем Некрофосом, который кидает косы. Уверен, где-то хоть за всю игру разочку Иллидан тоже поймал бонус таймер. Ну, какой-то явной вражды между ними точно нет. Опять же, исключительно в рамках игры. Хотя, как бы это странно не звучало, например, я не люблю и людей, которые играют на минерах, а не только просто минеров. То есть очевидно, что если ты играешь на минере, то ты... То мы не можем быть друзьями. Вот и все. Виртуз Панда, злая, на логотипе. Пола бы, кстати, очень, кстати, поменять немного... Дизайн мерча. Немножечко логотип, ну, типа вы трех игроков поменяли. Вы теперь не свирепый медведь, а такой милый медвежонок. Который постепенно должен становиться сильнее, агрессивнее, больше. Это прям был бы следующий уровень. Четыре с половиной тысячи опыта ведут All About Gold. По деньгам не ведут. Дазл. Пока что подзабил немножечко на грифсы, взял себе некорномиконы. Но грифсы планируют закончить, также планируют купить пайп. Таланты на урон дальной способности. Тинни, форстаф, даггер, талант на скорость передвижения. Делается глимер. Пугна, глимер, дискорд, даггер, линза. Здоровье, три атаки для уничтожения Мазерварда по талантам. Нага, сирена, есть ривер и нажимается сон. Отменяется каст рулинг тандера. А смогут ли осилить панголера ребятки из Virtus.pro? А давайте посмотрим. Свишбакл, рулинг тандер и БСЗ укатывается просто прочь. Да, тратится гипт на шар, но все это впустую. Тем временем даблкил делает ванскор. Снизу стоялась дракал. Батгоуд убили Тинни, убили пугну. Мне кажется, перед ними открывается возможность А. Забрать Рошана, Б. Забрать Т2 вышку по нижней линии. Ну и второе сделать проще, быстрее и, по-моему, не слишком энергозатратно. Ну, не знаю, куда вот идет эта игра. То есть сначала оно такое было оптимистичное. Преимущество в деньгах. Вроде все здорово, деремся без наги. У нас все получается. А тут пока что нага вроде есть, а пользы никакой. Как бы не было такого, что нападут ОБГ, убьют всех, нага останется одна, сон нажмет, потом убежит. И в конце концов команда напишет ГГ, потому что они ничего не могут. По их исключительному мнению, они уже не вывозят. Ну, или не вывезли бы, если бы это ГГ было преждевременным. Ладно, появляется Тараска, есть еще куда расти. Можно купить бабочку, можно купить скади, можно заметно уплотниться. Или станут еще более живучими. То есть свои финальные формы нага Сирена не достигла. При этом Тинни находит, откидывает под тосом Ванскора. Ванскора закидывает сетка и его убивает. Слышу Роллинг Тандер, слышу Рейдж от Лайфстилера. На Форстафах катается под Дикрепифаем Тинни. Тинни под Керсет Кроуном. Есть также Грейв. Лайфдрейн при этом очень быстро был сбит. Год по ДКБ залетает на ХГ. Отличный стан. Пульс снова. Диаболики в комплекте тоже от года заезжают. Резолюшно удается убить Сейла. А также пытается прикончить Дарквиллу. Кормит его урной. Таким образом, размен 1 в 2. Причем первый фраг вроде сделали сами ВП. После этого потеряли двух своих тиммейтов. Дальше гонят Иллидана. Иллидана удается забрать. Помочь ему уже никто не мог. Все остальные пытаются убежать. При этом ТП Хоузбитли получится. А нет необходимости, потому что урона много. Упугная. И вот после такого, казалось бы, провального старта. Я не беру в расчет фраг на Андайинге. ВП получают возможность убить самого Иллидана. Самого Иллидана? Владыку, Владык. И помимо этого могут Т2 уронить. Хотя Год по нижней линии с Диаболиками Т3 вышку пробивает. Нагу вынуждают лететь домой. Но Год-то вышку уже снес. И успел убежать. А на центре все еще стоит Т2. Ну, которые по-прежнему настроены были снести ВП. И Ноланда бил. Окей, но Т3 вышка подкрывает возможность понести немножечко алтари. Упростить, возможно, убийство Рошана в дальнейшем. Это как ни крути играет АБГ на руку. Прошлая карта длилась 32 минуты. И это, очевидно, продлится дольше. Причем заметно дольше. Я бы даже ставил минут на 55 упорной борьбы. Такой прям заядлой. И даже вот в этом моменте мне очень трудно предположить, кто выиграет. Ну, вот дефолт. Загрузился как бы ролик первой карты на Ютубе. И там люди пишут, почему 360. Ютуб Аудиторий Невер Чейнджес. Уверен, что я не первый пассажир, на которого кто-либо может быть подписан. На канале которого появляются ролики. Ладно, поглядим. Пострадал год. Хотят помстить и убить Сейва. Получается. Полетел от Сьюши Ультимейт. Причем, которому удалось попасть. Бегает пока что под страхом. Но Ван получает Керст Кром. Что делать дальше не совсем понятно. Скидывает Вар. Кидает на себя Дикрипифайн. Его закатывает в землю, битвамешалкой. Блзе. Ау. Ау, щит. И вот надо пользоваться. Надо пользоваться выпавшим моментом. Кто-то идти, что-то делать. Кого-то бить, что-то сносить. Но высших нет. Как минимум Т2, но топи нет. Если выше идти, то только на ХГ. Времени так много нет. Да и нету лишь врага, чтобы себе это позволить. Загвоздка. Так, гривцы у дазла появляются. Форстаф также появляется. Ну, Ван планирует выходить в догон. Есть уже готовая бабочка у Наги Сирены. Причем очень быстро все это состоялось. Вот, казалось бы, только была закончена Тараска. Уже есть бабочка. И последний слот займет Блэкинг Бара. Попытка сделать фраг в Соло. На Соло в исполнении Саюша ничего удивительного. Правда, пока в этом нет. Причем Глимер использован был. До стыб были просвечен был. Котел. Находился под урной. Фраг, вероятно, сделан будет нам. Действительно. 228 и нет запсервер вард. Это что-то много. Загерой иногда дает меньше. Ой, ну и пангольер начинает жестить. То есть появляется Аганим, появляется возможность просто вот во все стороны откидывать вот эти вот свишбаклы с проком молний. Это как такой вариант борьбы с иллюзиями Наги. Ну и как вообще источник очень неплохой урона в сражении. Что-то очень странное на топе происходит. Вот там пучкуются герои. Там я вижу Иллидана, который бегает за Нуваном. А он там глимером пытается улететь и... Получается. Сентрик, но видимо нет Юла. Да, нет привычного у Дарквилла Юла. Есть лагер, есть весл. Быстрой возможности снести... ТП-ху нет. Ну, то есть только ультом, а ульт в каудауне. Вот так. И похоже, что ОБГ озверели. Похоже, что ОБГ настроен серьезно. Они несут Т2, они готовы крушить все на своем пути. Состоится ли заход нахуй? Граунд нет. Они отступают, снесят оболышку. Можно влезть за эти алтарь снести, парни. Как вам идея? А они видят Соло. Соло их не видит. Соло только что потратил глимером. Ну, и это Ходячий Смертник. До свидания. Ебучий велсаком возник из ниоткуда. Фиксируем падение Т3. Нет, не фиксируем. Ну, а шалевшие эпилептики там выносят крипов в лесу. Короче, ПВЕ гейминг. Сколько у него крипов добито? Давайте глянем. Как-то посмотреть. Точно. А, нет. Не туда нажал. 503 крипа. 500, мать его, 3 крипа. Нормально. Да, вот что-то забыл совсем про Эллидан. Сталкивается Эллидан с Нагой. Вынужден бежать. Команда вся отсутствует под боком. Манта Стайл, Радиенс, Мионир. 3 таланта. Здоровье, скорость передвижения. Также уклонение. Андайн, Глимер. Ботинок таки появился. Пан Гольер тягает с собой гем. Который был куплен ванскором. Собирается на фея. Рейлон диск или Шрак имеет кайф. Яшу БКБ. Сол Бустер. Но не стал собирать бортстол. Видимо, это будет Акторин. Делает также Шилу. Начинается драк. Остается Гипношар. Закатывает сюда Пан Гольер. Начинает откидывать Шилу. Крэшит туда-сюда. БКБшка также полетела от Года. Террорайса Дарквилу. Зацепили Тиню. Тиню неприятности. Смогли тем временем прикончить Союж. От него бейбэк от Сейва. Также бейбэк на Тиню. Соло хочет убежать. И подтягивается Нага. Нага нажимает Сон. Работают Диаболики. От Лишрака лучше отойти. Пацанам удается разбить Тамбу. Сон отжимается. Пошла атака на ванскор. Ванскор должны добить. Гриммер не помогает. Год. Опять же пытается помочь своей команде. Но у Наги оказывается БКБшка. И просто плевать что происходит вокруг. Она тупо топчет. Все что видит. Забирает. Безозе. Ну и пачки бейбэка в исполнении ОБГ. Отступает Virtus.pro. Понимаем что очень шаркий момент в игре. Потому что обе команды могут воспользоваться отсутствием своих врагов. Чтобы забрать Рошана. И во многом это изменит исход сил. Посему бейбэки конечно же и прожимаются. Остается только один бейбэк у Дазова. Пока что на карте. При этом Virtus.pro смело заходит в Рошпит. И начинает драгу. Понимаю что у противников нет Блокинг Баров. И этим можно воспользоваться. Нага под дабл дэмджем. Рошан довольно уверенно падает. Нужно что-то с этим делать. Вот вроде Союз дает просвет. Дает инфо там что происходит. Свишбакл полетел от БСЗ. Ролинтандер думает нажимать или нет. Нажимает все-таки. Запрыгивать в Рошпит здесь уже никого не оказывается. И это неудача. Застыл у нас пока на месте. Закатился в Нагу. Нагу кроет Глимером. Заканчивается ультимейт. Ну и возможностей становится поменьше. Перс от Крон повешен. Террорайз полетел. Гривцы до этого нажаты были. Пока что очень больно тени. Нажимается пауза. Выпадает из игры Лидан. Ну если честно. То это больше похоже на такую именно спланированную тактическую паузу. Где типа он говорит. Ладно парни я сейчас типа выйду. Сделаю вид что я вылетел. У меня дисконнект. И мы быстренько обсудим что нам делать. Кого нам фокусить. То есть быстро пара секунд. Чтобы ничего не заподозрили враги. Ну давайте попробуем. Гол говорит. Гот окей. В итоге что уж будет. Что уж будет. Мы узнаем с этим скоро. Вижу что Наван под бэкабэхой. Вижу что Грейв на тине был накинут. Он под форстафом уезжает куда-то высоко. При этом убивают Рошана. За это время Лидан и его банда. Айгис также забирает себе Лидан. Нажимается сон. И Нага улетает с поля боя. Да. Какой-то такой коварный очень маневр от стариков. В итоге благодаря чему они смогли забрать Рошана. И заполучили Айгис. И если уж я не совсем старый. Памятник не изменяет. То это первый Рошан за игру. Соответственно был только Айгис. Никаких тебе сырков, палок агонимных, рефрешеров и так далее там не было. Ну немного неприятно. Причем за последнее время немножечко ситуация поменялась в лучшую сторону для ВП. Так как они обзавелись байбэками. И Нага, Сирена, ну куда ей дальше расти. Но судя по квикбайу Эпилептикида. Он говорит что есть куда расти. Есть еще в планах например Хекс. Меня больше вот немножко удивляет то что у Найди 6 слотов. И у нее 22 уровень. Я понимаю что иллюзия ее еще частично приносит ей массу денег. Как бы сама не получается всего этого кипа опыта. И поэтому по уровню она может проигрывать. Тем более лайфстилер у которого Мидас есть и который скоро станет 25. А там все же дополнительные 2 секунды действия Magic Immunity. То бишь рейджа. 15 тысяч опыта и всего лишь 2 тысячи золота. Имели в своем распоряжении Old Bad Gold. В таких моментах я обычно пытаюсь какой-то сделать прогноз. В плане того кто выиграет. Или отдать предпочтение той команде которая сможет выиграть там спустя 10-15 минут. Но обычно когда я это делаю выиграют противоположные команды. И поэтому я не хочу накаркать. Вот и все. Вот и все. Дазлова тоже Хекс начинает собирать. Талант третий на Модспид. Тини после Глимера деньги начинает копить на Лотус. У Нулана есть Блэкинг Бара плюс 2 секунды к длительности способности Декрипифай. Также будет покупаться Хекс. Ну и Котел после Глимера Форстав собирает. Лишрак собрал все же сперва Актарин. Шиву откинул на попозже. 25 уровень имеет. И это плюс 40 часов взрывов для Аболика. Барквилл уровень 20. Ауен диск на подходе. Айон точнее. Айон. Айон. Или Айон. Вот попробуй пойми теперь как он называется. Айон. 12 секунд при зарядке способности Брамбл Мейз. Итого теперь 8. А сколько она висит? 15 секунд. То есть можно 2 пачки по факту повесить и друг другом накрыть так аккуратненько, чтобы эти кусты прилегали друг к другу очень близко. И задолжить их было фактически невозможно. Если бы сейчас, кстати, смотрел кто-нибудь на некрономикона, в данном случае хозяин, то догадался бы, что они что-то вот подожжены были. Теряют здоровье. Хотя у нас сплит-пуши. Вынуждены ли будут виртуз-про сделать ТП домой? Все же у самих ВП за счет Пугны есть возможность, ну скажем, быстро какую-то часть урона внести по Тавру, по строению. А вот ОБГ с этим сложнее. Нужно лишь Рака отправлять, стоять ему под этой вышкой. С Пугны это работает вот так вот, дистанционно. Нажал кнопку и отбежал. Работает. И скан использован именно в том месте, где героев нет. Какая неудача. Чистка. ОБГ. ВП знают о наличии Аегиса и пока что не хотят начинать драки. Ну а враг наоборот. И мне Аегис хочет попробовать что-то придумать. Ну как-то не везет абсолютно. Это вот то, почему я еще не очень люблю Нагу, Сирену. Ну то есть здесь уже вроде нет причин какие-то негодовательства высказывать, потому что Нага собрала свои слоты и драться готова. Все зависит от команды. Ну очевидно, что Капитан пока не видит оптимальных условий для драки. А я из них сделала у тебя. Да, тогда я помню. Ну короче. Завязано все пока на этом. Появилась МКБ у Иллидана. Появляется Шива у Пангольера. Ну вот очень много различных обилок для того, чтобы иллюзии как можно быстрее рассыпались. Ну вообще вот в перспективе ОБГ при заходе на ХГ к Виртуз Про со сном должны жестко отсосать. Ну жестко должен отсосать нован у них всех. Но пошел гипношарик. Один улетел, другой отбежал. Эванч пошел. Ти не успел дать тос. Поймали Иллидана. Иллидана убивает. Эгиса больше нет. 100 секунд его не будет. У него нет байбэк. Остается там ба. Подо тиммейтом бандскора. Пытаются парни драться. Разваливается. Ти нажимает на Агасон. БКБшку разбивает Тамбу. Еще, ну видимо, после смерти Андаинга за счет таланта. Гонится за Соло. Соло под Грейвом. Под Глиммером его добить получилось. В итоге двух игроков теряет Виртуз Про. У них также не оказывается байбэка. Все пытаются бить Нагу. Нага получает Грейв. Нага стоит на месте. Нагу прекрасно видно. Нага находится под ВСО. Не смог залить здоровье в своего тиммейта. Но Уанн сам под Глиммером отбежал. Отошел. Бластик дал. С даггера ушел на свой ХГ. Ну и трех игроков Виртуз Про потеряли. Но при этом и без Иллидана тоже особо на ХГ подниматься неохота. Да и с крипами в Виртуз Про под силу разобраться. Но вот мне кажется, что Нага Сирена где-то не в попад нажала Блэкинг Бар. Не знаю вот как именно это описать. То есть мне кажется, что преждевременное нажатие Блэкинг Бара, оно... Не позволило нормально как бы функционировать после окончания сна. По идее, сон был использован для того, чтобы разбить Тамбу. Для того, чтобы разбить Тамбу после смерти Андаинга. А получилось как получилось. Ну хорошо, что после этого не было никакого подъема на хайграунд. То есть вот три героя мертвые. Остается Пугна плюс Даззл. Вроде бы не так страшно. Вроде бы можно вчетвером попробовать подойти к вышке. Что-то побить. Попробовать выбить байбэк. Этого делать не стали. Обе г развернулись. Просто убежали. То есть тут очевидно довольно почему. Тоже потраченные ресурсы, колдауны и так далее. 10 тысяч опыта, 2 тысячи золота. Да, прыгнули дан в годы. В итоге у нас десантировочка подъезжает на верхнюю линию. И команда начинает атаковать Т-3 вышку. Тратит Виртуз Проглиф. 10 секунд на появление соло. Т-3 вышка пала. Начинает бить Баракелидон. Получает декрепив фай. Начинает его катить. Получает поизун тач. Ну и на этом пожалуй отойдут. Ну в данном случае Т-3 вышке снос не играет никакой роли. Потому что снесена она была давно по нижнему лайну. И если речь говорить... Если заводить речь про алты, то один из них уже был давно снесен. Ключевой, который касается Рошана. Так что плевать. Это лишь капля денег. С деньгами нет каких-то проблем. Ауен Диск есть. Лишрак закончил так же шилу. Делается Тараска. Так, вроде бы зацепили Нагу. Бить не стали. Использовали скан. Поглядели где остальные герои. Решили отойти, отступить. Котел Форстаф завершил. Нага дропнула ботинок и взяла Хекс. И по-прежнему 23 уровень. Хекс также есть у Дазла. 11 секунд каудаун. Здорово. Просто Virtus.pro нужно opportunity. Поймать героя. Кормить его Хексом. Быстренько убить какого-то отбившегося от стаи персонажа. Но такое справедливо и по отношению к ОБГ. То есть они тоже могут кого-то поймать, убить и... Строить планы от этого. Так, я говорил, что 55 минут игра, но... Не знаю, не знаю. Всего лишь 9 минут остается. И судя по тому, что у команд базы целые. По крайней мере, бараки целые или не целые. И наличие всех 10 байбеков также есть. То что делать дальше, непонятно. Ну вот так вот просто, да. ДКБ нажал, и он диск выбил, улетел. Стоит Ванскор в Рошпите и смотрит, появится ли Рошан. Рошан появляется прямо на его глазах, но его поймали. Кстати, меня немножечко удивило то, что там Банни появилась. Значит, у него 20-го-то нет. А значит, я немного не понял, как в драке появилось 2 тамбы. Возможно, она была одна, просто я что-то не досмотрел. Ну просто уже, я думаю, те, кто смотрят дальше, и те, кто помнят момент драки, и то, что говорил я, уже понимают, что я запизделся. Есть Рошан, у Андаинга есть байбек. Неплохо было бы его выбить. Ильдан себе Тараску приобрел, от Мидоса избавился. Полетел ультимейт Союша? Нет, не полетел. Просто не до конца уверен, что в Рошпите хоть кто-то есть. Заставили Андаинга байбекнуться. Зашла Нага, спалила оппозиции героев. Заходит Ильдан, получает Хекс. Ильдана бы неплохо наказать, но, наверное, не получится. Очень долгий Хекс, при этом, видимо, один за другим полетели от разных героев. Нажимает сон. Нага потратила БКБ. Опять же, не к месту нажата. Почему-то неужели снова получит АБГ возможность забрать Рошана? Да, видимо, ВП-то ретируется. Какая досада. Но мне кажется, что здесь вот именно некорректно принятое решение игрока на Наге Сирени не позволяет Верху Спро ввязаться за драку за Рошана. Но говорю как не эксперт. Говорю как просто какой-то ушлый тип. Сон потрачен, БКБ потрачен. И как драться, непонятно. Ну и нован. БКБ тупал. А, а что? Произошло. Может быть, Башру Беззе есть? Да. Видимо, побоялся, что его убьют. Но его в любом случае убьют. Или Баш как раз избил ему за счет свишбакла. ТП-шку. Просто я не обратил внимания на то, что я его поддизейбл. Короче, не суть. Что хорошо для ВП, это то, что все линии пропушены. Центр, топ, бот. Везде крипы фактически возле базы. И вылазку себе ОБГ позволить не могут. Бейбек выбить испуг, но также не могут. Экс на АГА. Но не могут осилить Лешрака. Тем более с Аэгисом, который. Ну вот, уже начинаю реально паниковать с ВП. Уже, полагаю, реально игра сложной становится для них. Тут комментарии излишни. Не в то время, не в том месте. Хотя, опять же, если бы не подобные действия, то... Крипы бы обосновались уже возле базы. И ВП бы смотрели, как начинали бить Т3-вышку по центру. Их соперники. Хотя, кажется, они это и будут делать. Не идут по центру. Два игрока в таверне. Боебеки есть окей, но тратить их тоже, конечно, не охота. Да, центр заходит. Олидан нажимает рейдж, начинает бить вышку. Прожимает глиф Виртус Про. Олидан, если что, уже 25-й получил. Две секунды рейджа в действии. Зацепили. Да, зла. Резолюшн. Успевает нажать глифсы. Глимер не помогает. Не срабатывает вовремя. Вижен имелся. Убили еще и сейва. И Виртус Про тратят три бейбека. Выходит из таверны также пугно. Т3-вышку успели снести. Нажимается рейдж. Работают диаболики. Падает рейджбрак. Падает милибрак. Теряет центральную линию Виртус Про. Стоит на базе там Батом. Бубьет только иллюзии. Справиться с ней довольно непросто. Полетел, кстати, гипношар. Тини Элленч плюс Тос. Есть Хекс. Хочется забрать Элидана. Ничего пока не выходит. Член ее проб гипношара. Год битый. Года Игис. Ну и вроде бы есть шанс забрать как минимум. Если он успевает нажать. Сыр съесть. Сыр Элидан смог. И фуловым драться по идее должен. Но гипношар слишком долго стоял. И героя в толком зацепить не удалось. Поймали Нагу Сиреном. Эпилептики. Под станами. Получает Грейв. Но ему никто не удаст уйти на Фонтан. Поэтому Рик. Байбэк немедленный. Пошла драка по Т4 вышками. Лайф Дрейн. Год успевает дать стан. Забирает. Нована напугнила. Нована тоже имеется байбэк. И он его тоже нажимает. Успевает дать Хекс Году. Год с Айгисом уже нет. Выбили. Таким образом убили его повторно. Убили также Ван Скоро. Тост на Саюша. У Саюша нету мана. Чтобы уйти в Реалм. Гонятся за Элиданом. Это приоритетная цель. Должны лишить его маны. Но он пока что под дикрипифаем. Откатывается Рейш. Готов драться. Драка под алтарем. Что для Элидана конечно же не в плюс. Куда бежать дальше непонятно. Есть ли Инфест. Инфеста нет. Крипай не прыгнешь. Ну и как результат. Наверняка он не сможет убежать. Должны его убить. В любом случае. Пять байбеков потратили. Виртуз про. Потеряли центральную линию. А вот. Извлечь выгоду из этой ситуации. Им будет крайне затруднительно. То есть максимум чего не смогут добиться. Это байбеков на лайфстиле или широке. Я желаю в этом им удачи. Смотрим. Да. Может быть оценивая свои силы. Понимают что шансов у них не так много в этой карте остается. Они работают по двум фронтам. Причем бэкдор протекшн пока что актуален. Крипов рядом нету. На топе вон крипы там с вражескими воюют. В итоге сложновато что-либо поделать. Через бэкдор пытаются что-то делать. Действительно. Союша тем временем удается убить эпилептикиду. У которого также имеется байбек. Его две минуты не будет. И вероятно ему и придется его потратить. Стягиваются крипы. Бэкдор падает. Нажимается глиф АБГ. Лайфстиллер тратит бэбек. Кротус про отступает. Отступают ли? Ну по идее да. ТП на перехват. Ну а там дайминга у которого нет дизейблов. Он ставит тамбу. За нагой буквально один зомбик бежит. Ну и нага могла бы нажать сон. А будет ли нажимать его? Лайфстиллер может успеть нажать рейдж. В итоге нажимается сон. Нажимается БКБшка. И пытается убежать прочь нага. Проходит башек со свишбаклой. Или шейлд крэша. Хер пойми. Ну и успевает улететь на ага сирена. Благо у лайфстиллера башера нет. Но я готов включить. Скажем так. Простого деревенского парня. И сказать что у виртус про все реально хуево. Байбеков нет. Центральной линии нет. Выбили они всего лишь один байбек. Толком они ничего не снесли. И по-прежнему в этой карте они... Ну скажем так. Ходят по грани. Или на грани. Или не ходят. Нет. Какая-то не сразится. Можно было закончить на все, кто вел. И не продолжать. Но я не готов был на стадии драфта высказать теорию о том, что игра будет такой долгой. 55 минут, кстати. Если я пророк, то игра закончится буквально в течение одной минуты. Каким-нибудь ультра эпичным закидоном. Закидон-дон. Вижу на наге Блаторн. Нага 25 получила. Да. Это плюс талант на лишение еще 6 брони врагов от Риптайба. Котла Трвла. Пугный Дагон уровень 5. Тинни имеет Лотус. Снизу у нас сражение ли это? Нага улетела попросту. И резолюшн, конечно, БКБ нажмет, но опять же может получить баш. Нет, не получить. Не может. Не получит. 25 секунд калдаун дозл БКБ. Сим слегит. Наги еще 45. Ладно, мой прогноз не сработал. Хотя можно, конечно, попытаться сказать, что он актуален до 55 минуты 59 секунды. Но не знаю. ОБГ. Нахуй граунди. Виртус Про. Заканчивается глиф. Ставится там БА. Хекс потрачен в Элидана. Элидан, конечно же, побегал хрюшкой. Рейндж барак снесли. Но мили барак тоже, наверное, стоит бить. Да, Диаболики подрубает Гот. И пошла атака по нижнему лайну. Еще одну линию теряет Виртус Про. Нага что-то пытается там атаковать по нижнему лайну. Но... Мне кажется, что этого недостаточно. Сколько здесь? Три-четыре иллюзии. Пять-четыре. Еле-еле ковыряют барак. То есть, конечно, дай им кучу времени, они барак бы снесли. Но это слишком долго. Слишком долго. Ну, я смелюсь вот высказать теорию о том, что если ВП эту карту все-таки выиграют, то от Батгоут тотальные лобки. Я считаю, что в их позиции с их перефармом их героями, столь живучими, которых столь непросто убить быстро, у них все шансы есть выиграть эту карту. Этого может не произойти только из-за каких-то, опять же, гениальных действий, там, или колл от капитана команды Virtus.pro. И вот тут я уже не смогу прознать всей истины. И, к сожалению, не смогу достойно оценить это со стороны. Ну что, Без Зайгод на топе, будут нести третий лайн, в итоге мега-крипов могут сделать, а с другой стороны ВП где-то возле базы бегают. Нет, ВП не хотят отдавать свою третью линию. Декрепифай, Дагон Бласт, Лайф Дрейн, Год тратит БКБ, рейндж брак снесли. Катается Пангольер, довольно много урона, кстати, по котлу. Декрепифай, Лотус, Грейв на него потратили. Иллидан тоже здесь, Инфеста выпрыгивает. Заставили БКБшку потратить на Увана. Полетел в Айон Диск, Дагон. Союз живет, ставится Гипношар, нажимается Сон. Отжимается Сон, нужно было бы прям под тик. Еще и Тинни кого-то успел сюда затосать. Хекс тоже есть. Все пока живы. Умирает Союз, умирает. Ванскор два фрага делает Virtus.pro. Причем Фея не будет две минуты. Он даймбай бэкается. И сейчас закончится Ролин Тандер. На Даггере успевает под конец своего ультимейта. Я не знаю, куда-то упрыгнуть прочь. Панго. Итак, во-первых, у ВП пять героев живы. У врага четыре. Знают, что Фея после бэбэка ее не будет еще какое-то время. И это шанс как минимум убить Рошана. Третий Рошан в этой карте заспаунился. И Resolution предлагает своей команде его ебнуть. Что кажется, здравая идея. Еще бы на Рошана кто-то камеру навел показать, что у него там. Я сделаю это сам. Там Аганим. Кто заберет Аганим? А, может быть, до этого не дойдет. Забегает АБГ. Завязывают Драку. Пангалер здесь. Тамба есть. Аганим с ультимейтом. Тинни в Рошпите где-то застрял. Пока что делать ничего не может. Хотя его толком даже никто и не бьет. Ванскор после бэйбэка падает. Спавнится после его смерти тамба. Причем тамбы здесь стоят две. Одну разрушить получится. А вот со второй будут проблемы. Решает нажать БКБшку Resolution. По идее, должен атаковать тамбу. Ну, а под Блаторном поймали. Сеткой закрыли Лидан. Лидан умирает на две минуты. Боже, блядь, это что, лобки? Неужели, Олд Бат Гоуд, лобки? Да, Гоуд делает мега-крипов. Гоуд десантируется, сносит барак. Гонит дальше Resolution. Работает пульсного. Работают Диаболики. Не удивлюсь, если умрет Дазл. Хотя Форстав дал ему шанс. Остается под где-то Тавром. Т4 или Шрак включает опять же Диаболики. Потихонечку падает Т4-вышка, но под Блаторном. И он сам довольно быстро рассыпается в клочья. Отбивается Пангалер как может. Есть бэйбэк, к слову, Года. Курьер был убит, там всего 2 ТПшки. Догоны, Эволанчи и поехали с Пангалером разбираться. Ну да, смогли убить. Лишрак тратит бэйбэк. Пангалер тратит бэйбэк. Дарквилл из Таверны выходит. Втроем остаются ОБГ, а шанс все еще стоит. Проблема в том, что мега-крипы у Virtus.pro. Бэйбэк также на стороне ВП. Нужно пытаться какой-то Йологейминг устраивать и дефаться. В идеале Дазу прилететь к своей команде и в пятером, в пятером пытаться нести Т4-трон. И не пытаться делать мега-крипов. Ну что ж, смотрим, чем все это закончится. Дазу все еще нет здесь. Тини под лодцом. Дали ему урну. Укроет себя Глимером. Соло себя тоже Глимером накрывает. Первая Т4-вышка падает. Тратит глифт. Олбат Голд. 15 секунд до появления андайинга. Могут в Virtus.pro не успеете. Дазу здесь. Дазу помогает команде. Вторая Т4-вышка падает. Ставится гиб на шар. Пытаются кайти в АП как могут. Олбат Голд. Начинает нести трон. Нага под БКБ. Пугна под БКБ. Гот начинает под Диаболиком выжигать всех, кого только может. Пошел Террорайз. Причем удается попасть по Наге. На Нагу накидывают лотус. Дебаф снимается. В итоге трон падает. Трон Virtus.pro. Выигрывают эту карту и выигрывают эту серию. Таким образом они... Как минимум заработали сегодня себе еще одну best of 3 игру, в которой решится, кто займет слот на минор. Ух, ебать. Конечно. Волнительная карта получилась. Вообще вот не сравнить с первой. Опять же, результатом своего комментирования я не то, чтобы очень сильно доволен, но... Это было выше среднего. Так что в целом пойдет. Окей. Если что, еще услышимся.